О правах человека мы можем говорить долго. Уже с рождения у человека есть свои права. Соблюдать их и уважать обязан каждый. На очередной встрече печи куча говорят о правах. Первый спикер, известный в области журналист, Кенис Исмаилов, говорит о соблюдении прав в нашем обществе. Рассказывает о значимости соблюдения закона. Спикер уверяет, соблюдение прав человека есть будущее. Если молодежь не будет активной и дерзкой, у этого общества нет будущего. Молодежь должна быть активной и дерзкой. Но вот сегодня тема, например, права. Права не только человека, а вообще права животных, права людей, граждан. Я специально согласился на сегодняшний вечер, потому что нужно своевременно напоминать людям, что кроме прав еще у людей есть и обязанность, и ответственность. На встрече не обошлось и без эксклюзивных спикеров. Выступил бывший наркоман с большим стажем. Мы не станем показывать его лица. Мы изменим голос. Парень рассказывает о том, с чего начинается жизнь наркозависимого человека, с чем приходится сталкиваться и как выбраться из этой трясины. Если он мне предлагал, я уже не мог отказать, потому что нету силы отказать. Это даже огромная зависимость. Это сила. И у меня не было сил. Как и у всех. Я воровал, обманывал, кидал. Только этим я и учил. На базарах воровал. Вот этим я ищу. Да. И, конечно, естественно, когда вороваешь, рано или поздно ловишься и тюрьма. Вот первый раз за употребление полгода, потом полтора года, по-моему, два года. А тут, понимаешь, первый раз такая встреча, я с ними вместе сижу в зале. Такая идет конференция. Знаешь, такого не было. Я смотрел вот еще близко. И, значит, у меня в сердце было просто любовь. Просто любовь вот к этим людям. Просто уважение было. А я, значит, того не было, вот, без того, когда раньше, когда я их ненавидел. Вот. Менты, мусора, вот так называли мы их, да? Этого не было. И сейчас я тоже запрещаю, когда приходят люди вот к нам, они говорят менты. Я говорю, так, полиция, а не менты. Все. Возвращение к обычной жизни было трудным. Сегодня задача М.А. Назовем его так, это помочь другим. Поднять опустившего руки человека и помочь ему вернуться. Может только тот, кто прошел через этот ад, уверен М.А. Сегодня он открыл приют для бездомных. В приюте 10 человек. Все помогают друг другу сообща. Перед началом выступления на Печакуче наш герой упомянул работу прокуратуры и полиции. Уверяю, что раньше считал, что эти органы работают безответственно. А изменил он свое мнение на проекте ЮТОЛ, который проходил именно там, в прокуратуре. Попасть в кабинет прокурора области службы. Но возможно. Мы планируем расспросить прокурора о молодежном проекте. Кому еще можно помочь? Общество, как любой организм, болеет. Кризис определенный, там уже идеология какая-то и так далее. И вот это считается болезнью. Эту болезнь может осилить только иммунитет. Никакое лекарство, никакая операция не поможет, если у человека нет иммунитета. И точно так же в обществе. Если не будет иммунитета общества, то общество пропадет. И иммунитет это и есть эти молодые ребята, которые сами проснулись, пришли и предлагают пути решения определенных проблем. Вот они правильно взяли тему «Безопасный город». Там же на Казахском были, сень сюлета, говори ты. То есть сегодня говори о проблемах, а завтра предложи пути их решения. В большом проекте под названием «Ю-проджект» несколько направлений. Его поддержали многие государственные организации. При нулевом финансировании молодежного проекта есть серьезные результаты. Мы, идея это создание площадки для обмена мнениями, идеями, находить более креативных, интересных спикеров. Я думаю, в Шымкенте есть очень много людей, которые хотят поделиться. И будем стараться. О том, как сложится история нашего героя, пока неизвестно. Отрадно, что есть такие люди, как наш герой, которые могут себя перебороть и помогать жить дальше уже другим людям. Как говорил известный философ, нет смысла ограничивать себя в добрых делах. Ведь они вернутся обратно.